Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем играть FIFA 19 за Гринэнгем. У нас второй матч будет у нас Лиг Чемпиона против Тотехэма. Первый матч у нас со счетом 5-1 мы его выиграли у себя дома. Сейчас мы и летим в Англию. Пресс-конференция обязательно проходит, и мы похвалим нашу команду. Потому что они победили в прошлом матче, значит у нас преимущество, огромное преимущество, что мы можем победить в этом матче. Логично, да? Все было логично. Так, окей. Что нам дальше? Там уже закончилось у кого-то. Так, так. Два дня мы пропускаем и начнем выбирать состав. Пилотом Аякши проиграл. Изюмечный отчет по поводу молодежи нашей. Блядь, 700 тысяч. Ах, офигей просто. Какие нафиг деньги здесь? Ну, просто они пока стоят там. Игрок молодежи, состав хочет уйти. Окей. Он со мной пока сидит у нас. Так, так, окей. Окей и окей. Это уже был, кажется. Так, переходим к мы... У нас 1 мая 2023 год. Мы в Лиге чемпионов находимся. Меняем состав. Кто у нас должен играть? Вот и Лигия. А, вот он ты, блядь. Что, сам начал не заметивать. Так, пол защиты у нас. Пол защиты у нас слишком... Прям он здесь вот травму имеет, очень плохо. Так, где-то уже меняем. Так. Центральный пол защитника у нас хотя бы есть кто-нибудь? Нет, походил. Ну ладно, окей. Вратарь обязательно пока я здесь. Так, а на... Центральные защитники. Так, левый защитник. Вот он и правый. Все. Весь состав у нас освеженный. Мы будем на Лиге, можем, грубо говоря, играть против Тотахэма. Нам не грозит такой самый сильный. Ну, если, конечно, блядь, он сейчас проснется у себя дома и начнет крушить все подряд, это еще шансы и есть у него. Да, без стримовки никуда. И че это такое вообще? А, понятно все. Ну ладно, переходим к матчу. Нихуя себе, по-моему, событий. Сложно защите придется против него. А вот это я забыл, почему лучше бомбандируем у нас. Первый матч 1-8 финала подарили нам зрелищный футбол и очень интересный результат. Сегодня плей-офф продолжается, и мы узнаем участников в одной четвертой финале. Момент истины для каждого клуба достает сегодня. Пусть это только начало плей-офф, но стадия не имеет значение. Цена, отрывки и умолимый вылет из турнира. А, это че такое 3-3 там дополнительно описывает, че проиграли в Manchester City, что я там проиграл? Блин, не успел посмотреть, ну ладно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 на этот матч, это их не нападающие, я так понимаю, вместо Бэйна или нет, вот он, да, ну что, начнем мы матч первым пасом, а не мы в Англии находимся, в Лондоне прям. А что, его не показывали, что и состав, да, игра что-то другая какая-то, да, блять, и мы пропускаем на быстро минутах, ждет атакующая игра сегодня. Да, Сонг этот блин, даже в реальной жизни показывает себя хорошо. Этот игрок забил, но мы с тобой видели эпизоды, в которых футболисты промахивались с таких дистанций. Это действительно так, но вот здесь прямо все к одному срослось, кто-то не доглядел, а кто-то вовремя подсуетился. Конечно, он рад, первый гол, быстрый гол на своем поле. Им забить осталось сколько? Три гола, да, получается? Да, у них три гола и все, и они могут проходить дальше, потому что у них один гол забит был в наши ворота на нашем поле. Ну, теперь мы начинаем в середине поля. Пять минут прошло. На шестом минуте мы пропускаем гол, это очень плохо. Какие-то они активные, просто мне не нравится это. И я думаю, мы ответный забиваем. Нет, ворота справляется с этим ударом. Вперед идет атака, интересно может быть. Блядь, слишком много пасов. Отличный отбор, но мяч-то кому-то останется. Да, блядь, а мяч-то у них держится. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. А мы спокойно здесь будем заморачиваться, потому что, блядь, нам торопиться некуда. У нас плюс пока. Мы по флангу атакуем. Блядь, какой момент мог быть только незащитник. Если бы он не прочитал бы, возможно, и мы забили гол бы. Если бы мы сейчас забили гол, ему пришлось 4 гола забивать, это гол бы на ничью. И тут опасный момент, но тут справляется воротарь, выбегает там на игрока. И спокойно забирает мяч себе в руки. А мы все стараемся по флангу атаковать. Но тут у нас ничего не получается. Мы по центру и не тому поздаем. И мы что, не забили гол. Опасный был момент. И что, угловой плюс. И что, у нас тут рикошет был. Фиг его знает, на самом деле. Отсюда особо не ясно было, дотронулся он до мяча или нет. Значит, мы бьем угловой. И удар поворотом. Понятно все. Ну что, продолжаем игру дальше. Ну и все, конечно. Опа-на, бля, мы нарушаем. Нарушаем, мы прям столкнули. Блин, какой момент. Опасно было, опасно, опасно было. Бля, травма что ли? Я не хотел бы травмчик было. Не, в этом матче, вот это хэмболи опаснее, чем в первом было. Матчи у нас. Не надо побеждать. И слишком много голов забивать, на самом деле, чтобы победить в этом матче. А тут нелепый у нас пас. Но у них тоже не тошный пас. И мы с мячом себе сохраняем. Блядь, а тут не выходит, и тут у нас контратака. Бля, как повезло. Бля, как повезло. Ну, они с мячом остаются. Блядь, опасно, 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 опасно. Уже 31 минута, и мы только у всех ворот по шоссо бываем. И Сонг, блядь, старается сбить еще второй гол. И вот место подачи розыгрыш угловой. Не, размечтался, ну, угловой опять, да? Не, отворот удар. Мы волнуемся, мы волнуемся, потому что... Блядь, ему 23 года здесь. А сколько в реальной жизни ему нафиг? Молодой еще пиздец он, значит. Ну, мы с мячом, это самое главное. Блядь. Потрикошеть его. А вот это нарушение. Желтую ему давай, желтую. Судья. Рефери посчитал этот эпизод недостойный. Устин сказал ему, жаль. Ну, блядь, посмотрите, как он нашего, блядь. Еще цапа дорогого нашего, блядь. Так. Как так можно вообще? Ну, ладно, вот так он у нас продолжает. Жаль, жаль, жаль. Ну, мы пока здесь. И удар по воротам. Ну, увы. Снова нам не везет, и мы не заливаем гол. Ну, угловой мяч уходит. Коленка он отбил. Коленка он отбил, вратарь. Ух. И прямо в центр штрафной мяч летит. Удар по воротам у нас слишком высоко. Угловой. Это еще угловой. Это супер. Мяч летит в центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Рез напрашивается. Все, пиздец. Ушел мяточек у нас. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы обосновать. Ай, прям, ну как так можно бить? Мяточек забирает мяч. Харик Кей. Сонг Хэн Мин. Харик Кей. Сонг Хэн Мин. Можно нарез сделать здесь. А вот сейчас может быть опасно. Мяч словно приклеился к печаткам голкибера. Временно не будет соперников. Абитин. Ну куда такие пасы давать, а? Опасно, опасно. Оперник стал. Это Хэн, и мы чуть не пропускаем. И мы все-таки пропускаем. 45 плюс. Три минуты. Очень сложно будет выбраться сопернику. Очуметь. Еще два гола, и они проходят. И опять-таки мы видим яркое подтверждение тому, что успехом можно достичь не чеклом, а умением. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще. Вот так, господа. Слишком усынно расслабились, грубо говоря. Почувствую, что мы ТТХ можем победить в этом туре. Пройти дальше. А тут Злобин нам забивает гол, как и обязательно подмечу за комментарии, мне там сказали, что ТТХ играл Злобин. Вот он нам, он, он нам забивает гол, Злобин. И тут свисток, первый тайм закончится расчетом 2-0, мы проигрываем и к ним поле. Боруси Досман побежает 2-1 матча с чем-то на этот. Ну что, продолжаем дальше. Начинаем мы с среднеполем. Переходим на защитную схему, потому что... А, какой удар мог быть. Парни, соберитесь. Блядь, ну как так матчик-то скочит-то, блядь, а? Блядь, ну не проходит, не проходит он. Прозлобина что-то там показывает у нас. Матчин Злобин. Да блядь, даже пас не дают дать мне. Ну тут понятно сделать, что он будет закрыт, е-мое. Ну что-то последние первые минуты мы себе владеем мячом только взяли. А, ну ударить нам не дают. Ну ударить нам не дают, жаль. Так, у них замена, да, у них замена будет. Приходится проводить замену, травма эта всегда неприятная. А, еще травма у нее, жаль. Надеюсь, не слишком серьезно и на недельку ляжет по отдохнету. Похоже, эта атака закончена, мяч они потеряли классно в перехвате сыграл. А не операцию сразу, блядь. Деулофеу. Тоттенхэм атакует по флангу и там их не встречают. Нет, не дошел этот пас до адреса. Хороший момент. Навес был не точный, навес был не точный, слишком сильный. Точный, не сильный, а высокий. Пока мы только защищаемся и держим мяч. Вижу тебя. Беги, 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 беги. Дерись за мяч. Все правильно, выметь мяч и штрафной. Блядь, и пас не проходит, жаль. И опять у них контратака, и опять мы бежим к своим воротам, быстрым шагом. Грубо говоря. Блядь, заебали они. Блядь, ну как тут они перехватывают мяч-то, а? Круто-то так, а? Хорошо, ты там подошел к этому матчу. Бля, пиздец, нам повезло. Нам просто повезло. Давайте перейдем к тому, что лучше у нас заменить пора. Давайте заменим, например, на тебя, на него. Потому что это больше опыта имеет, и ты у нас где можешь играть? А, это не ты, да? Вот ты, у нас левый фланг. Ты сюда идешь, а ты у нас меняешься на нападающий. Все. Меняем, вот так вот делаем. Может, так атаки больше прибавится? Не, ну это, блядь, сочинники скоростные. Их ты возьмешь, блин, здесь. Блин, ну даже назад и вперед вообще ничего не сделать нельзя. Вот это игра, вот это игра. Блядь, куй ты там застрял в этом игроке-то, а? Ха, наебал. Парни, ну а надо забивать голы. Еще два гола вам надо забить, еще пройти дальше. Да, блядь, я думал, ты бежать будешь, а? Урод, е-мое. Ну как так можно играть такими игроками, а? Спокойно, спокойно, не паримся, даем пас. Пошли в атаку, и тут момент у нас. Блядь, ну как так обосрать этот помен был. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Да ладно, не может такое быть, за основное время. И он забивает гол. И он забивает гол. Это че за гол-то, блядь? Нужно быть большим профессионалом, чтобы так точно подгадать момент. И пас был замечательный. А че медь просто, они забивают гол. Просто восхитительное, шикарный гол. Одной передачей обыграли всю оборону, можно сказать. Вот это пара событий, вот это гол. У нас замены, наконец, произошли, которые надо было пораньше. Будут перезайти, должны пораньше. Ну, мы, у нас поповорот событий. Ну че, продолжаем дальше мы игру. Блядь, сука, ё-моё, блядь, на такой фигню я страдаю. Ну, блядь, парни, вы меня пугаете. Все, они ничего не делать не смогут. Все, мы проходим дальше. Ну, мы прошли так, что... Если бы не первый матч мы так не сыграли бы. Нам прошли дальше. Дальше проходят команды, на которые мало кто ставил. И поэтому на данной стадии очень важно выиграть. Ну что, мы в этом матче, парни, господа, побеждаем за счетом... Ой, бля, побеждаем, проигрываем за счетом 3-0. Блин, трудная игра была, трудная игра. Наша какая-то несобранность была. Ну, тот Хэм просто показал, как на самом деле они должны играть и в первом матче. Мы слабее, чем они на самом деле. Ну, молодцы. Мы отстояли свои ворота на 3 гола. Грубо говоря. И мы ничего не смогли сделать. И мы вообще ничего не смогли сделать. У нас вообще там ничего не шло. Были у нас шансы. Но мы эти шансы так не реализовали. Но все равно мы прошли, господа. Следующий враг, я не знаю, кто у нас будет. Мы узнаем через несколько времени. Или после этого матча, мы узнаем, через один тур нашей лиги. Ну, что у нас. 3-0 по голам. Ударов 8-5. Ударов 4-2. Ладим мячу 49, 51%. Отбор мяча 9-3. Нарушение 1-0. Драма 1-0. Главы 1-3. Точность удара 50-40%. Точность паса 86-84%. Такое у нас бороться событий. Да. И тут борстмут. Побеждаем матч из Суна. Вот так он у нас. В данный момент мы тут проходим. Тут 5-4 общим счетом. Общий счет 4-4. Ну, выигрывал по голам в чужом поле. Тут матч из Сити. А, матч из Сити по пинать. Зарабатывать. Нифига себе. Тут Барселона. А эти еще и даже не играли. Такое у нас по-моему событиям. Мы еще врагов не знаем. Мы еще врагов не знаем. Ну, ладно. Что у нас дальше? Дальше у нас Лига. Так, мотивацию делал нашим врагом. Потому что мы слишком плохо сыграли Лигу Чемпионов. Блин. Но это по-настоящему наше. По-настоящему. ТТХ показал свою настоящую игру. И мы переходим сюда к игре. Так, окей. По составу. Центр у нас уставший. И нападающий тоже. Давайте нападающий мы поменяем. ЦАП у нас остается. Центральный полузащитник у нас меняется. Левый защитник тоже самый. Блин, а тот левый вообще не отдохнул. А у нас левых вообще есть? Блин, а не центр, бля. Да, ты поменяешься. Ты так же сам остается. Так, теперь у нас правый полузащитник тоже меняется. Вот так вот. Все. Замечательно. Вот такой состав у нас будет выходить на поле. Ну, этот матч они будут записывать. Заводимся в конце лучшего момента матча. Ну, че, мы снова здесь. Давайте посмотрим лучшего момента матча. В шестой минуте мы добиваем быстрый гол. Вот такой у нас залетел первый гол на седьмой минуте. Вон и шестой, казалось. Да. Ждала, правда, атакующая игра. Ждала, правда, атакующая игра. Потом на восемнадцатом минуте мы пропускаем гол. Хороший по задумке пас. Мяч на центр. Перекладина не спасла. Че сказать? Молодчина забивает гол. Что у нас дальше? Дальше мы забиваем на двадцать восьмой минуте. Гол. Бля, мяч просто стоял на месте. Не знаю, сколько времени. Они могли закрыть его. Но все равно мы забиваем гол. Окей. На тридцать восьмой минуте мы пропускаем гол. Охуенно, да, голы, бля, пропускаем, блядь? И то, просто, то, то, хай мы пропустили, блядь, какой-то сумасшедший угол, блядь. Ну, там ногой как-то он так ударил, а тут головой было. Когда-то я даже вообще не был готов к этому. На пятьдесятой минуте мы забиваем гол. И у нас счет становится 3-2. Окей, в семьдесят первой минуте мы опять забиваем гол. И уже счет на 4-2. Наконец он забил гол. Давно у нас не забило голы. Крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Вот такой у нас обычный гол. Пас. И он гол забивает спокойно. Этот вратарь никаких чудов не спас бы в этот момент. И вот это наша победа. Полноценная наша победа. 4-2 в лиге. Пропустили, конечно, два гола. Это очень обидно, потому что у нас самая лучшая защита. А сейчас, пока мы так пропускаем, у нас защита не лучше становится. 4-2 по голам. 7-6 ударов. Ударов в створ 6-2. Владимир, еще 52-38%. Надо помечать 4-5. Начали 1-0. Трама 1-0. А вся 2-1-0. 2-2 по голам. Удар 85-33%. Тоже паса. О, 91-84. Вот такой у нас матч. Мы, конечно, на самом деле его сделали, этот матч. Но борьба в первом тайме как равная была. Потому что мы забили два гола и пропустили плюс два гола. Вот такое у нас просто событие. Ну ладно. Ничего страшного. Переходим к развития игрокам. Потом таблицы, базовое, что у нас вообще есть. Так, здесь понятно все. Здесь левый пол защитника у нас прокачивается. Как не прокачается, да? До 7-1. Цапа. Цапа у нас слишком много. А вот центральный пол защитника у нас пропадает. Так что у нас травма, она имеется. За мной травма. Такая у нас косяцек. Большая, но косяк есть. Ну давай, тебе опять. Опять-то у нас ничего не получится. Так, центральный защитник у нас получается 66 общего. Замечательно. Так, что у нас по турнирной таблице? Мы в данный момент находимся на втором месте. При этом на 3 очка отстаем от PSV. Но при этом PSV еще не играла. И как он там сыграет матч, я не знаю. Мы уже пропустили 23 гола. Ajax 26-26 матчей. У них запасная игра. У них 22 пропущенных. Если Аякс в следующем туре не пропустит. У него сам защита лучше будет. Вот такие вот дела. Дива Рубля. Слишком много страны в последнее время стали пропускать. Ну он нас там не догонит. Аякс. Ну PSV может и 6 или 3 очка быть. Нифига, мы 16 местом еще играли. Ну ладно, ничего страшного. Так, а я хотел здесь же остаться. Лига Чемпионов. Чего у нас по Лиге Чемпионов? В конец или еще дальше? Нет. Это они еще не играют. Значит через неделю будем. Знаем мы противника своих. Да, может через 2 недели даже. Фиг узнает. Окей. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас 18 голов забил наш урок. И 5-е место наш. 12 голов. 16 матчей. Это 22 матча. 18 голов матчей. Но 1-е место Донлайн занимает. Это замечательно. У меня здесь нету. Вот она Лига Чемпионов. Наш тут здесь он блистает. 10 матчей, 8 забитых. Гризма у нас занимает 2-е место. Донлайн 6 забитых. 7 матчей у нас играем. 2 гола у него, чтобы догнать нашего игрока. Какое-то событие. Вот этот ХМ уже не догонит. Он уже вылетел у нас. Из Лиги Чемпионов. Здесь делать ничего не надо. Так, окей. Давайте посмотрим больше что. Понятно. Отчет по поводу. Окей. Нет. Это я брать не буду. Ладно, возьмем, посмотрим. Я думаю, что-нибудь с ним будет интересно. И травм на 3 недели. Очень жаль. Но это с травмой будем разбирать. И все остальное в следующем уже серии. Да, у нас в следующей серии 2 игры будет. Потом у нас пусто здесь будет. И тут Лига Чемпионов будет. Я не знаю. Скорее всего, Лига Чемпионов может быть. Вот у нас остается раз. Пять. Шесть, семь. Семь игр? Ёпта мать. У нас до Лиги до конца осталось 7 игр. Да, по-моему, событий. Неожиданно. Ну ладно. И что у нас по финансам лучше? 30... 13 миллионов мы оставили. Футболки уже не продаются так много. Но со мной зарплата игроков... Они закрывают. Простите? А вот билеты такие покупают. 7% у нас в прибыли от билетов. Заплату игроков у нас всего лишь 12% затраты. А все остальные у нас затраты, скорее всего этого. Да, трансфер 29 миллионов. Ёпта. Если мы трансферы сегодня не производились, вообще было бы супер. Бразовые нам не дают, потому что еще тур не прошел. Дереки чемпиона. Ну ладно. На этой ноте мы заканчиваем. Увидимся в следующей серии трек-провождения. Всего удачи вам и пока.